Шалом, уважаемые дамы и господа! Помните, как красиво Иосиф истолковал фараона и его сны? Еще недавний раб, который столько времени провел в темнице, в яме, мы вдруг вытащили наверх с помощью Бога. Он пристал перед фараоном, он слышит весь этот его рассказ про коров, про колосья, про колосья, про коров. И он ему говорит, семь лет тучных, семь лет голодных. И тут, после вот этой интерпретации, он добавляет что-то от себя. Он говорит, если ты хочешь, возьми какого-то человека, назначь его на должность министра финансов. Это должен быть очень мудрый человек. Он тебе сделает за годы тучные, он соберет. Годы голодные он продаст, он твою страну поднимет на такой экономический уровень, что все будут завидовать. И вот вопрос, который задают наши мудрецы. А почему вообще он должен был вмешиваться в всю эту историю? Он должен был четко сказать фараону, вот такой-то сон. Тут будут такие-то годы, тут будут такие-то годы. Фараон сам понимает, что надо использовать, когда доллар начинает подниматься или опускаться, когда ты знаешь за месяц вперед, что валюта та или иная начинает расти или подниматься, и ты точно знаешь, какие у тебя вот эти эквиваленты, ты найдешь сам, что делать. Тебе не надо больше продолжения. Но Йосеф советует фараону, чтобы он взял кого-то. Создается впечатление, что парень там ищет джоб, ищет что-то. Более того, я думаю, что он поставил себя в такое опасное положение. Фараон мог подумать, слушай, нет, тебя не надо больше, ты мне советов не давай лишних. Я тебе сказал, сон, ты, а что, во сне моем был какой-то человек? Нет. Как объяснить это поведение мудрого Йосефа, праведного Йосефа, единственного, который из всех колен называется цадик, это был Йосеф от цадик? Объясняет нам хасидизм, что Бог создал человека несовершенным. Человек должен продвигаться вперед, он должен быть креативным. Более того, Бог хочет, чтобы ты к тому, что он уже сделал, ты что-то добавил от себя. Чтобы ты приукрасил в позитивном плане этот мир. Чтобы ты сделал его чудесным. Бог дал тебе эти 10 пальцев и сказал, ты это сделай. Более того, Бог благословляет каждого из нас и говорит, пусть будет благословение в деянии рук твоих. Бехоль маасея деха. Почему написано так? Достаточно, скажи благословение, достаточно. Он хочет, чтобы мы своими руками, а руки это действие, это тот же разум, который этими руками двигает, чтобы мы стали креативными, чтобы мы искали какие-то пути, чтобы мы не думали, ну, Бог тебя поставил в эту ситуацию, ну, все, ну, привел тебя, ну, закончилось. Как в этой одесской песне, шлымазыл геникшин лавочку закрой. Все, лавочка закрыта, все ушли на фронт. Такого нет. Ты должен добавлять от себя свои силы, приводить этот мир к какому-то моменту, как Йосеф, который дает фараону железный совет. Причем он знал, что делать фараон, тоже был неглупый человек. Он почувствовал, что именно этот вот раб, этот еврей, который так мудро все истолковал, он может быть очень полезен. И он благодарен. Может быть, фараон и не мог ему предложить. Представляете, если бы фараон от себя предложил бы рабу Йосефу, слушай, будь у меня министром финансов, а тут тот сам предложил. То есть мы видим с вами на простом, но гениальном уровне работу человеческого разума. И дай Бог, дамы и господа, что мы всегда находились в ситуации, как выйти из них или, наоборот, как зайти в них. И чтобы был только позитив, креатив и благословение Бога. Шалом, шалом.